МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это круглый стол, на котором мы обмениваемся опытом по направлению деятельности. Это ликвидация задолженности по заработной плате и борьба с неформальной занятостью. Неформальная занятость – это бич сегодняшней экономики. Это огромный вред наносится как работнику, так и работодателю, и государству в целом, так и тем гражданам, которые честно платят налоги и работают в формальном секторе экономики. Поэтому с этим явлением нам нужно бороться всем миром, и мы надеемся его победить. У нас эта работа начата еще с 2013 года в республике, и вот за период с декабря прошлого года по сегодняшний день мы легализовали практически 40 тысяч человек. Открывая заседание, заместитель министра труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Татьяна Глухова рассказала об основных направлениях государственной политики в сфере легализации трудовых отношений и ликвидации задолженности по заработной плате. Фактически те, кто работает нелегально, они нас же и открадывают. Они ходят за наши деньги, построенные детские сады, посещают наши больницы и все прочее, прочее. Вот в таких направлениях нужно информационно-разъяснительную работу вести. Как бы хорошо было бы в местах массового скопления и листовки. У нас, кстати, вот профсоюзы победили среди общественных организаций, конкурс выиграли по оформлению наглядной агитации по неформальной занятости. И, значит, кроме баннеров, они еще у нас будут листовки и памятки тоже выпускать, тоже они будут распространять там по своей линии. Вот их тоже нужно в местах массового скопления людей положить, чтобы люди с собой взяли, дом показали и так далее, и так далее. После чего уже с двух часов проводила прием граждан по личным вопросам. Обычно обращаются граждане по всевозможным вопросам, невозможно даже предугадать. Но в основном это меры социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Это вот одинокие, многодетные семьи и инвалиды и прочие вот такие категории населения. Актуальная сейчас тема жилье для ветеранов войны и для инвалидов. И меры государственной поддержки семьям с детьми в период кризиса. Глава администрации городского округа город Кумертау Борис Беляев рассказал о социально-экономическом положении города, о проводимой работе по сокращению неформальной занятости и легализации трудовых отношений. Сегодня далеко не все работники понимают, что отсутствие заключенных трудовых договоров и контрактов максимизирует нарушение их трудовых прав и социальных гарантий. Работники лишают себя будущей пенсии, социальных выплат по больничным листам, в случае получения увечья на рабочих листах или в других случаях. В настоящее время неформальная занятость, легализация теневой заработной платы и создание условий для своевременной ее выплаты остаются одними из основных задач в сфере социально-трудовых отношений. О практике прокурорского надзора за исполнением трудового законодательства Республики Башкортостан нам рассказал заместитель Милиузовского межрайонного прокурора. Мы, во-первых, проводим совместные проверки. В истекшем периоде 2015 года проведено более 14 совместных проверок. Привлекаются к этим проверкам и сотрудники администрации муниципального района, и органов пенсионного фонда, фонда социального страхования. То есть это рейдовые проверки объектов массовой торговли, это рейдовые проверки организаций, оказывающих различные бытовые услуги, то есть вот эти автомойки, парикмахерские и так далее. Ну, естественно, значит, эффективным средством, скажем так, борьбы с таким явлением, как вот неоформление трудовых отношений, является, во-первых, разъяснение возможной ответственности за такие действия, бездействия, а именно это административная ответственность по части 3 статьи 5 прим. 27 КОАП РФ. У нас установлена новая статья вот с этого года, и достаточно значительные штрафы, и любой, значит, предприниматель должен знать о том, что если он не будет оформлять трудовые отношения со своими работниками, то штрафы там исчисляются десятками тысяч рублей. После чего состоялось обсуждение результатов работы по снижению неформальной занятости, ликвидации задолженности по заработной плате в организации тех муниципальных районов, которые были приглашены на заседание. В завершении мероприятия представители Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан ответили на вопросов участников семинара. Александр Наумов, Владимир Кузьмин. Новости.